На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Прошла очередная встреча медиков с жителями Ленинского городского округа. Я сползнусь с работой. В Международный день защиты детей сотрудники госавтоинспекции провели игровую программу для маленьких видновчан. Обращаем внимание на сигналы, рассказываем еще раз детишкам, как правильно вести себя на дороге. В историко-культурном центре Ленинского округа открылась новая выставка «Такие разные куклы». Это одна из жительниц, которая полностью собрала эту коллекцию и передала нам ее в дары. Ленинский округ подвел итоги предварительного голосования «Единой России». В ходе него были определены кандидаты, которые представят партию на осенних довыборах депутатов. В голосовании, проходившем с 23 по 29 мая, приняли участие около 700 жителей муниципалитета. Они определили лидеров из 13 кандидатов по трем избирательным округам. Победителями стали Евгений Усков, избирательный округ номер один, Татьяна Ирешова, избирательный округ номер 24, и Максим Арапов по 29 избирательному округу. Очередная встреча медиков с жителями Ленинского городского округа прошла в историко-культурном центре. Большая часть гостей мероприятия – пенсионеры. Им рассказали, как удобнее и быстрее записаться на прием, напомнили, с какой периодичностью приходить на плановые осмотры в стоматологию и женскую консультацию. Спикерами семинара стали заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова, главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай-Бутаев и заведующая женской консультацией Ирина Зарубина. Жители округа, помимо прочего, интересовались ходом строительства новой стоматологической поликлиники в поселке Развилка. Сейчас в данный момент идет наладка этого оборудования, потому что недостаточно поставить только кресло, еще нужно подвезти воду, электричество и так далее, со всеми санитарно-бедемиологическими нормами. Так что в ближайшее время все запустится. Оборудование уже там стоит. И рентген там будет для зубной тоже. Следующая встреча пройдет в июне. Поучаствовать и задать врачам вопросы могут все желающие жители округа. Запись по телефону, указанному на экране. С 2011 года, 2 июня, в России отмечается День здорового питания. Насколько важно правильно питаться, мы узнали, поговорив с врачом ультразвуковой диагностики Полиной Лавровой. Полина Лаврова работает врачом ультразвуковой диагностики в Видновской детской поликлинике. С помощью УЗИ довольно легко можно диагностировать нарушения работы органов пищеварения, в том числе связанные с неправильным питанием. В первую очередь у детей, которые страдают проблемами с пищеварением, мы определяем структуру поджелудочной железы. Да, может быть увеличена поджелудочная железа, может быть изменена ее структура. Также обязательно мы определяем состояние желчного пузыря. Правильно сбалансированное питание особенно важно для детей. Растущий организм нуждается в витаминах и минералах, которые содержатся в овощах и фруктах. Думаю, что питаться правильно – это очень важно, чтобы хорошо себя чувствовать, не болел живот. Важный момент – приемы пищи должны происходить через равный промежуток времени. В школах стараются сбалансированно, кормить детей. То есть обязательно на завтрак дети употребляют каши, молочные продукты, кисломолочные продукты. На обед обязательно первое, второе. В летний период возникает повышенный риск отравлений, связанных с неправильным хранением продуктов или отсутствием личной гигиены. Родители должны внимательнее следить за тем, что и где ест их ребенок. Следить, чтобы у детей были чистые ручки, следить за тем, чтобы продукты хорошо обрабатывались, то есть стараться избегать овощей и ягод с грядки, все-таки промывать их водой, детям давать пить бутилированную воду, избегать попадания воды из открытых источников в водоемах, потому что в жаркую погоду велик риск заразиться кишечными инфекциями. А самое главное – знать во всем меру. Это касается как детей, так и взрослых. Дмитрий Книев и Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Представители антинаркотической комиссии при администрации Ленинского городского округа провели встречу с учащимися оздоровительного комплекса «Салют», на который побывала и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлия Погосян. В оздоровительном комплексе «Салют» что в поселке Володарского в летний сезон отдыхают дети со всего Подмосковья. За время каникул здесь проходит 4 смены. В каждой более 300 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Свежий воздух, зеленая территория, возможность заниматься спортом и творчеством. Все, чтобы школьникам было интересно и комфортно. Это солнечное утро. Ребята старшей группы начали в вахтовом зале, где для них была организована встреча с представителями антинаркотической комиссии при администрации Ленинского городского округа. Вчера по Московской области стартовал антинаркотический месячник. Конечно, сейчас не 90-е, не начало нулевых. Надо признать, что ситуация повернулась в положительную сторону. Но, тем не менее, проблема существует. Мы стараемся. Я, как руководитель антинаркотической комиссии аппарата, мы проводим различные мероприятия. И это не только мероприятие профилактика, это мероприятие совместно с полицией. К встрече с воспитанниками лагеря «Салют» гости подошли творчески. Вместо скучных лекций – интерактивная беседа в формате «Вопрос-ответ». В ней приняла участие врач-нарколог, депутат Совета депутатов муниципалитета Лидия Козлова. Мыслью было, что начинать нельзя. Это либо медицинские аспекты, либо правоохранительные, юридические. То есть это всё ведёт. Обычно могу не побояться этого слова к смерти. Смерть может быть и такой, что не физическая смерть, а именно моральная, душевная. Отрадно, что в своём возрасте дети это понимают и полностью поддерживают специалистов. Самое главное в жизни – это идти по белой дорожке, заниматься спортом, ну там не курить, ничего. Ну, это вот спорт – это здоровье. И не переходить на чёрную сторону. Да, не переходить вообще. Организаторы мероприятия пригласили на встречу профессиональных спортсменов, которые собственным примером показали ребятам, чем кроме улицы и сомнительных компаний можно занять свободное время. Например, Никита Жиров, автогонщик, с 15-летним стажем рассказал о своей экстремальной профессии. Трудно в себя поверить в этом возрасте, я так думаю. Ну, вспоминая себя, кажется невозможным, что-то, ну, вот на примере гонок показываем, что можно просто гонять, на машинах тараниться, это бесплатное автошоу, ну, просто показываем возможности человеческие. Конечно, участника вряд ли мы здесь привлечём нового, но, возможно, хотя бы пару зрителей, ну, и веру ребятам в себя дадим. Если ты будешь колоться, то у тебя ничего не получится в жизни, ты так и продолжишь путь наркомана, а ещё за это ты можешь снести. Поэтому гонки намного интереснее, чем сидеть в тюрьме. Наркотики – это самое плохое, что, наверное, существует и существует. Ну, как видно, лучше погонять в футбол. И такую возможность организаторы ребятам тоже предоставили. В завершении антинаркотического мероприятия спортсмены профессиональной футбольной команды «Металлург» провели для всех желающих тренировку, а после сыграли с ребятами. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. В Международный день защиты детей сотрудники госавтоинспекции провели игровую программу, в рамках которой напомнили юным видновчанам правила дорожного движения. Мероприятие прошло на территории автогородка, который расположен в Центральном парке. Вот и наступили долгожданные летние каникулы. В этот период дети большую часть своего досуга проводят на улице. И для того, чтобы юные пешеходы не попадали в неприятные ситуации на дороге, сотрудники ГИБДД организовали веселую познавательную программу в автогородке Центрального парка. Сегодня вот наши подвижные игры, такие с элементами правил безопасного поведения на дороге проводим. Еще раз напоминаем о том, что на пешеходных переходах мы переходим дорогу, используя светофоры, обращаем внимание на сигналы, рассказываем еще раз детишкам, как правильно вести себя на дороге. Участниками мероприятия стали школьники, посещающие лагеря дневного пребывания. Инспекторы подготовили несколько конкурсов. В теоретической части ребята отвечали на вопросы, а в практической их дети смогли почувствовать себя в роли пешеходов, водителей, пассажиров. Мне очень понравилось, когда мы представляли, что мы едем на машине и ехали, как будто мы машины. Мы соблюдали правила дорожного перехода и светофора. Анастасия, учащаяся в Видновской школе номер два, рассказывает, что благодаря конкурсам узнала много новых правил безопасного поведения на дороге. Больше понравилось собирать знаки, потом, когда говорили знаки, подходишь и говоришь знак, и рассказываешь. Такие занятия в условиях автогородка наиболее эффективны для детей, поскольку наглядно демонстрируют все опасные моменты, с которыми можно столкнуться не только на проезжей части. Дорогие родители, с удовольствием приходите, занимайтесь со своими детишками, объясняйте им безопасное поведение. Это все-таки, как сказать, мини-наш город с той же дорожной разметкой, с такими же дорогами, которые у нас существуют, но безопасный там, где нет нашего транспорта. Здесь может ребенок и покататься на самокате, и вы, в свою очередь, можете ему рассказать, где у нас тротуары, где у нас проезжие части. В завершении мероприятия все мальчишки и девчонки пообещали инспекторам, что будут самыми внимательными и ответственными участниками дорожного движения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Концерты и игры, мастер-классы и угощения по всему Ленинскому городскому округу отпраздновали День защиты детей. Не стал исключением и поселок совхоза имени Ленина. Сотрудники муниципального центра культуры организовали для взрослых и детей красочное мероприятие. Одним из главных украшений праздника стало выступление детей с особенностями развития. Более 500 жителей и гостей поселка совхоза имени Ленина стали участниками грандиозного шоу, организованного муниципальным центром культуры. В многочисленных палатках, расставленных на площади перед местным ДК, можно было принять участие в мастер-классах, нанести аквагрим, бесплатно отведать сладкой ваты и попкорна. Своё мастерство представили публики, фокусники и жонглёры, клоуны и дрессированные животные. В празднике приняло участие шоу-группа «Мультипульт» от замечательных клоуны, которые приехали с акробатами, с животными, с фокусами. В общем, веселили сегодня практически час наших детей. И в заключение наш концерт участников творческого коллектива Центра культуры. Настоящим украшением праздника стали номера, подготовленные кружком «Колорит», где занимаются дети с особенностями развития. Не каждому профессиональному артисту удается так зажечь публику, но у ребят это получилось. Занятия «Кружка» проходят на базе Видновской районной библиотеки. Таких успехов ребята достигли всего за год. Свою программу они уже обкатали на различных конкурсах и фестивалях. Вместе с ребятами на сцену вышел и их руководитель Олег Кондратюк. Ребята молодцы, хорошо выступили, спели, двигались. Просто одно дело запомнить текст, а другое дело вот таким ребятам запомнить чьи движения. Пока что они у нас элементарные, но они есть. Ребята исполнили несколько зажигательных песен и многочисленные зрители танцевали вместе с ними. Но, наверное, самыми благодарными слушателями на этом концерте были мамы и папы, которые с гордостью смотрели на достижения своих детей. Когда тебе рассказывают, что твой ребенок не сможет ничего делать, ты будешь только его кормить и ухаживать за ним. А здесь мы поем, мы общаемся, мы играем, мы веселимся, мы какие-то открытия делаем для себя. Это для каждого родителя очень трогательно, очень важно. В День защиты детей очень важно помнить о тех, кому наша помощь, внимание и поддержка очень важны. И благодаря таким выступлениям ребята знают, их любят, ими гордятся. И наверняка у них появляется еще больше желания двигаться вперед, к новым свершениям. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре Ленинского городского округа открылась новая выставка «Такие разные куклы». На стендах представлены коллекционные экземпляры и авторские игрушки ручной работы. В увлекательное путешествие в мир детства отправилась наш корреспондент Галина Житкова. Взять и вернуться хоть на какое-то время в детство мечтает каждый. Но такая возможность представляется далеко не всем. Совместный проект историко-культурного центра и двух творческих объединений Ленинского городского округа широко распахивает дверь в мир фантазерок и мечтательниц. Новая выставка раскроет многие тайны кукольного мира. Коллекционные куклы это, как правило, фарфор чистый, бисквитный фарфор, который льют на китайских производствах. Но все эти китайские производства они переданы из Европы. И, в общем-то, все имеют свое клеймо, свои фирмы. Ну и вот они представлены. Одна у нас полка представляет как бы начало 19 века. Вторая полка – это Европа, европейский такой шик. И внизу у нас такая, ну как бы, разносортица. Уже вторая выставка кукол пользуется неизменной популярностью у жителей города. Коллекционеры приходят не только полюбоваться на собрания таких же увлеченных людей, но и подарить свои самые редкие экземпляры. Это литературные героини из различных литературных произведений, как советских, так и зарубежных. Ну, наверное, этот проект был сделан для того, чтобы привлечь сюда, ну и к чтению в том числе, население наше. А вот одна из жительниц, которая полностью собрала эту коллекцию, передала нам ее в дар. Это Ирина Сергеевна Бокина. На выставке представлены разные куклы рядом с уникальными барышнями, изготовленными во Франции на Корсике, стоят красивые и капризные соседки, собранные сразу из нескольких игрушек. Кто-то вот играет в песочнице, там я прохожу, вижу там что-то разбитое, я все собираю, ручки, ножки, потом все склеиваю и обшиваю. Ну, кто-то думает, что это ерунда, а для нас нет. Ольга Рябова принесла в историко-культурный центр 18 кукол своей дочери. Коллекция расширялась по мере взросления ребенка. Все подаренные игрушки бережно хранились и теперь являются настоящими музейными экспонатами с уникальной историей. Люди купили квартиру и оставили вот эту куклу. Ну, она немножко была поломана тоже. И женщина принесла и говорит, я знаю, что в ваших руках эта кукла не пропадет. Говорит, мне просто жалко ее нести на помойку. Ну и, соответственно, конечно, кукла приобрела вторую жизнь. Сейчас она отреставрирована и вот в таком прекрасном состоянии она сегодня стоит здесь на выставке. Послушать кукольные истории и увидеть наиболее интересные экземпляры можно до конца июня. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.